Я в Боровляну приезжаю каждую неделю, сдаю анализы, осматривают меня и укол. Да, болючий укол. Не болючий. Не болючий. Ну, слава богу, уже не болючий. Этот сентябрь она так мечтала провести в школе. Но болезнь порой диктует свои правила. Год назад маленькая Мелания узнала, что у нее лейкоз. Рак крови, который она пообещала победить. Несколько курсов химиотерапии, пока ей нельзя ездить в транспорте, долго находиться среди людей в 10 лет, когда так хочется наслаждаться детством. У нас пока химиотерапия не умножается, 6 октября, вы знаете, как пить. Детрикзат он сейчас уходит, и через неделю он приходится на блок реиндуции. Эти кадры мы снимали в феврале, когда впервые рассказали о музыке, которая лечит. Единственное, что врачи разрешили посещать Мелании – занятие по игре на арфе. Я, когда играю на арфе, у меня все время радость. Мне очень нравится выступать на сцене. Я играю перед зрителями, и когда я сыграла произведение, мне хлопает. Говорят, что музыка лечит. Возможно, вот эта игра ее отчасти где-то лечит. Она дает какое-то умиротворение, какое-то спокойствие, какую-то силу. Она даже домой приходит, у нас вот стул с такими вот… Полосочками. Да, и она пытается даже на стуле играть. Чтобы стать профессиональным музыкантом, как мечтает Мелания, заниматься нужно каждый день. В семье пятеро детей, и пока у родителей получалось водить девочку на занятия в гимназию-колледж при Академии музыки несколько раз в неделю. Мне очень часто снятся сны, потому что у меня появилась в свою собственную арфу, и я на ней играю, что она самая лучшая. Уже год она точно знала, о чем мечтает. Год мысли о музыке помогали в самых сложных ситуациях, и результаты анализов снова улучшались. Девочка сама стала копить деньги на мечту. Инструмент стоит больше шести тысяч долларов. По чуть-чуть помогали те, кто узнавал о чуде, в которое она так верила. Это был обычный день. Мы предложили Меланюшке встретиться и рассказать, как у нее дела. Она вышла из подъезда... Пойдем. Марфа. Что такое? Марфа. Мамочки. Ты, наверное, нас не знаешь, но мы тебя знаем, потому что мы сюжет посмотрели, увидели, решили принять участие в твоей, ну, так сказать, музыкальной судьбе и подарить тебе вот этот замечательный инструмент. Обалдеть! Спасибо! Ну, тебе нравится? Очень. Отлично! Я вообще не ожидала, что вы нас подзывите на улице. Я думала, мы дома будем сниматься. Потом я вышла на улицу и такой подарок. Я просто не ожидала. В принципе, восьми часа. Самая большая. О том, что у Мелании будет своя арфа, стало известно уже через несколько часов после нашего первого сюжета. Многие люди захотели помочь. Участие принял и телеканал ОНТ. Но все пришлось долго держать в секрете. Во всем мире этот красивый инструмент производит всего несколько заводов, ближайшие в Санкт-Петербурге. Арфу из мечты пять месяцев делали специально для Мелании. И кажется, она ей понравилась. Только чтобы выиграла какому-то приз со своим оркестром. Все, будем следить за твоими успехами. Вечером мы садимся, вот уже с семьей перед сном молимся. И она, как всегда, молится за арфу. Что, Боже, дай им благослови, чтобы у меня была моя мечта исполнилась. Ну и ты понимаешь, что ребенок живет этой мечтой. Врачи говорили. Она быстрее реабилитировалась. И выходила из комы благодаря тому, что ребенок верит. Малышка, выкрой! Вот уже несколько дней в этом доме живут под звуки арфы. А маленькая и очень сильная девочка Мелания с вдохновением рассказывает о том, как нужно мечтать. Сильно верить и идти к своей мечте. Прикладывать свои усилия, чтобы она сбылась. Вообще, не сомневалась. Молилась каждый день. И вот сбылась мечта. Она не перестает благодарить каждого, кто помог ее семье снова поверить в чудо. Когда Мелания играет, никто не думает о болезни. А сама девочка представляет себя на сцене больших концертов. Красивой, талантливой и здоровой. Ведь теперь она может все. Анна Волковец, Александр Кривецкий, Роман Пастернак, Илья Коваленко. Наши новости. Субботний выпуск.